Объекты, созданные мыслями и видением одного человека. И тоже уникальность храма в том, что в нем галерея, галерея икон, которая собрана со всей России. Здесь сделаны беседки в Семи Грехов, к примеру. Находится между двумя крупными и интересными городами. В Геленджике самая длинная набережная в мире. Вот та надпись Геленджик, она гигантская. Если вы с детьми, то можете заехать в сафари-парк. Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь не где-нибудь в Индии, рядом с Тадж-Махалом, а я сейчас нахожусь в Кабардинке. Это недалеко от Геленджика и от Новороссийска. Я продолжаю свое путешествие и исследование Краснодарского края. И мы разбираемся, что же можно делать в этой жемчужине России зимой. Этот выпуск у меня посвящен Геленджику. Но до Геленджика я решил заскочить сюда, в Кабардинку. И решил заскочить именно по причине того, что здесь находится этот парк. Чем он уникален? Прежде всего, хотелось бы сказать, что он молодой. Ему всего 20 лет. И я еще, когда учился в школе, был здесь, когда здесь не было практически ничего. И уникальность парка в том, что это все создал один человек. И начиналось это все с того, что он начинал делать скульптуры у себя во дворе, по сути. Потом территория выкупалась, все это развивалось. И здесь сейчас очень большое количество экспонатов, зданий, привезенных со всех частей России. И не только из России, но и всего мира. Сам парк небольшой. И если вы будете самостоятельно здесь ходить, то вам хватит, если пробежаться, 15 минут. Если вы будете детально рассматривать скульптуры, но я считаю, что здесь и нужно все это дело рассматривать детально, скульптуры, плюс заходить в музей, а здесь на территории есть несколько музеев с различными экспонатами, картинами художников всей России. И если вы все хотите детально рассмотреть, то час-полтора это 100%. Плюс, ребята, вы покупаете сюда билет. Билет стоит 600 рублей. Ну, решать вам, дорого это или недорого. Но я считаю, что на вот это, вот это, это абсолютно нормальная цена. И в эту цену входит стоимость гида. И обязательно пойдите с гидом. Группы формируются сразу же, каждые полчаса. Обязательно пойдите с гидом. Он вам все расскажет, покажет так намного интереснее. Он расскажет про то, почему создавались здесь какие-то здания, какие-то объекты, в чем их смысл. Потому что, когда вы входите просто сам по себе, да, как понять, вот объект, да, какой-то есть. Как понять, что это. Ну, как бы, да, вы можете найти сходство, скажем, там, с египетской пирамидой. Потому что эта пирамида стоит перед вами. Но в чем смысл там вокруг нее каких-то, каких-то вещей, символов, и так далее, и так далее. Здесь сделаны беседки в семи грехов, к примеру. Но это все нужно смотреть и слушать, чтобы вам рассказывал гид. Это интересно. И, ну, как минимум, вы приятно проведете время. Кстати, здесь на территории есть театр. Можно посмотреть какие-то спектакли. Но, правда, сейчас во время всех этих пандемий театр закрыли. И сюда нельзя попасть. Здесь не проводятся какие-то спектакли. Здесь на территории есть свой храм, даже небольшой. И тоже уникальность храма в том, что в нем галерея. Галерея икон, которая собрана со всей России. И есть еще иконы, которые писались при Иване Грозном. Именно на территории Кабардинки вы сможете встретить храмы Древнего Египта и Греции. Готический собор эпохи Возрождения. Элементы восточной православной культуры и быт народов Кавказа. Которые все соединяются в одну гармоничную структуру. Откуда вообще появился этот парк? Его создатель Александр Алексеев. Однажды ему пришла мысль о том, что было бы здорово создать идею общности человеческой цивилизации. Его идея заключалась в том, чтобы с помощью приемов архитектуры проследить, каким образом время и пространство могут изменить отношение людей современности к наследию великого прошлого. Кстати, буквально пару слов отступления от парка. Пару слов про Кабардинка. Кабардинка небольшой населенный пункт, около 10 тысяч человек. Но такая очень, знаете, приятная набережная. Она небольшая. Но здесь можно погулять. Правда, в зимний сезон, конечно, здесь большинство всего закрыто. Потому что он рассчитан на летний сезон, конечно же. И плюс этого места Кабардинки, что он находится между двумя крупными и интересными городами. Номер один это Геленджик. Номер два это Новороссийск. В один 20 минут, в другой 30 минут на машине. Еще один плюс, что здесь все-таки, ну как это, небольшой такой населенный пункт. Здесь, конечно же, цены на гостиницы ниже и ниже значительно. Кстати, если вам интересны курорты Краснодарского края, то посмотрите также мои два предыдущих выпуска. Один это про Новороссийск и Абрао-Дюрсо. А второй выпуск это про Анапу и Кипарисовое озеро и Виноградники. Посмотрите, на мой взгляд, очень интересно. Только, опять же, это выпуски, посвященные тому, чем заниматься в зимнее время, когда у нас не купальный сезон, а что-то другое. Субтитры подогнал «Симон»! Так, обратно возвращаемся к нашему парку, к старому парку. Когда не просто ходишь по этому парку, как гуляешь по парку там, да, парк Горького, и ты такой, пошел, да, себе. Когда начинаешь изучать все это, когда гид тебе начинает все это рассказывать, это все очень интересно. И я, когда читал отзывы других людей о парке, есть те, кто говорят, ну там парк маленький, ну мы там ожидали большего. Я, честно говоря, не совсем этого понимаю, потому что, камон, ребята, вы же читали, что это, если вы туда ехали, вы просто как бы прочитали. Старый парк, да? Вот как бы, ну на что вы? На что он просто старый? Нет! Это парк, созданный человеком. Нужно понимать, что он в принципе не может быть гигантским, там, огромным. Вот, все-таки гигантские, огромные парки, там, Дендрари, они как-то, в них как-то участвует город, государство. А здесь это частный парк. Вот на это нужно и рассчитывать. Частный парк, частная коллекция. Но это как, скажем, Пикассо. Вы приходите на выставку Пикассо, там работы Пикассо, его видение, его стиль. Здесь, как бы, тоже определенный стиль. Вы смотрите на объекты, созданные мыслями и видением одного человека. Еще, кстати, интересно то, что там парк не только, значит, скульптуры, а там еще и растения. Посажены бананы, пальмы, есть хурма, есть оливковые деревья. То есть, такой парк небольшой, но очень насыщенный. Как говорят российские интернет-источники, в Геленджике самая длинная набережная в мире. 14 километров, из которых 8 километров для пеших прогулок. Некоторые называют этот город русским Голливудом. Благодаря надписи Геленджик, которая повторяет голливудскую. Здесь же находится и самый большой аквапарк России. С турецкого название города переводится как Белая невесточка. Какое название городу дали из-за того, что когда-то здесь был целый рынок белых, то есть славянских рабов, среди которых были и красивые славянские девушки. Но об этом можно записать целый отдельный ролик. И если до вас это новости, вам интересна данная тема, пишите об этом в комментарии. И я сделаю про это новый выпуск. И значит, вот Геленджикская бухта, вы видите ее, набережная обрамляет всю эту бухту. И кстати, здесь в Геленджике у нас пляж песчаный. Здесь вот люди играют в волейбол сейчас, в шортиках. Вообще погода, конечно, бомба. К вопросу, что делать на курортах Краснодарского края зимой. Во-первых, здесь красота просто сумасшедшая. Во-вторых, погода тоже бомба. Сегодня 14 градусов было. В-третьих, здесь есть прокат лодочек. То есть вы можете взять лодку с парусом и поплавать под парусом. Также ребята, люди одевают гидравлические костюмы теплые и плавают на сабордах здесь по набережной. Что тоже очень круто. Вот та надпись Геленджик, на самом деле, она видна вот прям с набережной отсюда. Ну и не просто так она видна, потому что на самом деле она гигантская. Длина ее 100 метров, а высота букв по 22 метра. Получается, над уровнем моря она расположена где-то 600 метров от уровня моря. И если сравнить со знаменитой надписью Голливуд, то голливудские буквы, высота их 13 метров. Ну, кстати, я был в Лос-Анджелесе и в Голливуде. Голливуд это как бы район Лос-Анджелеса. Можете посмотреть тоже мой выпуск и про Голливуд, и про Лос-Анджелес, и вообще про Калифорнию. Если вам интересно, где я путешествовал на машине, линк тоже в описании будет к видео. Короче, и дальше про надпись, про геленджикскую надпись. До нее было написано здесь еще во времена СССР «Ленин с нами». Потом, когда СССР распался, написали «Ленин с ними». Ну и позже эту надпись поменяли на «Геленджик». Как раз слог «Лен», вот этот, использовали для надписи «Геленджик». Ну и, кстати, когда вот это переделали, можно было с высоты наблюдать, как прошлые буквы так просвечиваются, и выглядело это что-то, как «Ленинджик». Да, ребята, ну и допустим, вы приехали в «Геленджик», где вам остаться. Мест огромное количество здесь, естественно, от там квартир, аренды, все так далее. Я даже не буду это рекомендовать. Тот отель, где я сам оставался, это Кемпинский Гранд Отель. Очень-очень хорошего качества, классный, классный отель с большой территорией. Если же что-то подешевше, ну, как я уже говорю, здесь вариантов масса. Плюс здесь в 15 минутах та же Кабардинка. Ну, как вы уже поняли, там отель «Ахиллион Парк». Небольшой отельчик, он, конечно же, будет дешевле. Но, опять же, если идет речь об экономии, то самые экономные варианты, конечно, это будет арендовать у кого-то комнату, арендовать квартиру. Это все равно будет дешевле, чем жить в гостинице. Ребята, когда будете в Геленджике, если вы с детьми, то можете заехать в сафари-парк. Вот мои как раз вправились туда. Значит, сколько стоит? Двухлетний ребенок идет бесплатно, от 5 лет уже платно. И вот 5 лет плюс мама, это 200. Плюс тут можно купить корм, там покормить животных. Здесь есть канатная дорога, которая отправляется вверх, но, к сожалению, сейчас она не работает. Не знаю ее причины, просто мне сказали, что не работает. Поэтому, если вы хотите покататься на канатке, уточняйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, кстати, с паркинга от сафари-парка есть такой переход надземный над трассой. И вы когда переходите, он открытый. Здесь, как смотровая площадка, открывается вид на пол Геленджика, на Геленджикскую бухту. Поэтому можете пройтись, посмотреть. Я встал посередине этого перехода надземного для того, чтобы снять небольшой гиперлапсик с движущимися машинами. Вот он, кстати. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Территориально. Новороссийск. Там Геленджик. Вот он. Прямо сюда. Вот здесь у нас получается сафари-парк. И в ту сторону Сочи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин